Сегодня на Комельшине прошел агульно-областный субботник. По попередних датинах в делу им приняли больше 250 тысяч человек. Собранные сродки будут накированы на будовнество мемориального комплекса на месте спаленной фашистами везки «Ала» в Светлогорском районе. Наши корреспонденты приняли удел у субботнику в Лоевском районе. Воды самые масштабные работы разгорнулись на дне пробрагинским водосховищем. В народе его еще называют «Лоевское море». Неколи это место вельми любили аматоры рыбалки. Правда, в последние годы человека с водочкой встретят у жени Махчима. Водосховище практически полностью высохло. Знову звернуть увагу на водоем примусили летящие климатичные умовы, которые стали соправдным выпробованием для сельской господарки. В области тогда загинули 4,5% посевов. Десятая частка была пошкоджена. Подручение у Рада супрасовники Института природокористания Национальной академии навук распрасовали комплекс мер по поляпшении гидрологической ситуации на Гомельшине. Сярот пропанул одновление Днепра-Брагинского водосховища. Задача, проводимых у рамках областного субботника работ – подрыхтука объекта до заполнения водой. За час Пакульген не выкористовывался. Тут выросли хмазняк и невеликые дрелцы, які теперь треба высекчы. Часка рослинка гэтым будет выкористана для наступного озеленения населенных пунктов. Часть деревьев, которые невозможно взять для посадочного материала, будут изъяты и переработаны на щепу, а частично будут взяты деревья как посадочный материал. Здесь это предусмотрено без ограничений на посадочный материал и будет использовано для района Лоевского, ну и для ближайших районов. Все районы оповещены о том, что можно здесь брать эти деревья как посадочный материал. Усяго в работах над Днепрабрагинским водосховищем приняли удел больше, как 300 человек. Миллиараторы со Светлогорского и Калинковицкого районов, простовники Лоевских организаций, а так само супрационники Гомельского обл. Ваканкама. Можно без перабольшего не ствержать, и они зарабили саправды корыстную справу. Заполнять водосховища, площадь, а кого складая каля 970 гектаров, пачнуть весной подчас поводки. Вода будет поступать с Днепра про специальный канал. Одновление водоема дозволить полепшись микроклимат. Поднять узровень грунтовых вод и повысить эффективность сельгазу годзел. При этом для того, как зарабить гэтую працу боль штанной, яе будуть проводить переважно у ночный час, кали на электроэнергию дейнючуюсь льготные тарыфы. Что тышится сёняшних работ, то по всей в области у делу их прайняли больше 250 тысяч человек. Усе заробленные сродки будуть пераличаны на будовництва мемориального комплексу увёзцы Алла Светлогорского района, где у студене 44-го года карники знишили 1758 человек. Каждый имеет возможность, сколько может, выделить денежные средства их на этот объект. Мы никого не заставляем, просто призываем всех, чтобы все, понимаем, отнеслись к тем людям, которые сегодня не дожили до сегодняшнего дня, в якачине их памяти.